Человек в Эдеме – это одно, человек на грешной земле – это второй, человек в предожидании участие по смерти – это третий, человек по воскресенье по страшному суда – это четвертое. А особенности существования и задачи? Какие у людей в разном состоянии особенности существования и задачи? Задача у всех одна, цель должна быть, по крайней мере – будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный, познание Богу, уподобление Богу, совершенствование в Боге – вот цель. У Адама в Эдеме, до грехопадения, такая цель была, средства для достижения были такие. После грехопадения цель та же, средства достижения немножко другие. После смерти в ожидании Страшного Суда Христова – это просто ожидание. Я не знаю, там происходят ли какие-либо изменения, не знаю. Может быть, какие-то движения там и есть. Мы же молимся за них, надежда какая-то есть, что и какое-то изменение может быть будет, хоть пусть даже незначительное, но все-таки есть. А что будет потом, после Страшного Суда – это то же самое. Будет восхождение от силы в силу, познание Бога, уподобление Богу. И это процесс бесконечный, потому что нет предела совершенства. Как совершен Отец ваш Небесный – это бесконечная перспектива развития. То есть, цель одна и та же, везде. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok